Сезонные новости из жизни вирусов ежегодно становятся главной темой СМИ и, соответственно, страшилкой или поводом для волнения обычных людей. Между тем, как бы не изменялись сами вирусы и их названия, защита от них служит весьма традиционные, проверенные и всем известные меры предосторожности. Профилактические меры, о которых врачи не устают повторять. Для того, чтобы подготовиться к вирусной инфекции, человек был защищен, нужно начинать подготовку со специфической вакцинопрофилактики, то есть вакцинация в осенний период, октябрь, декабрь. То есть те из нас, кто еще осенью сделали прививку от гриппа, уже здорово позаботились о том, чтобы сейчас, в конце зимы, начале весны, чувствовать себя гораздо увереннее тех, кто такую прививку не сделал. То же самое относится и к детям. Сделанная вовремя противовирусная вакцинация защищает детей надежнее самых дорогих витаминов и самых пахучих ожерелья из чеснока. Многие педиатры, кстати, вообще весьма скептически относятся к весенним увлечениям родителей, кормлением детей, аптечными витаминными комплексами и чесночно-луковыми добавками в детское меню. Впрочем, пересмотреть свой рацион питания во время обострения вирусных инфекций все же стоит. В этом согласны и терапевты, и педиатры. Вести белковую пищу, витамины вести, те же, допустим, природные витамины, отвар шиповника, сок, облепихи, то, что у нас имеется в нашем регионе и доступно всем. Что касается детей, то помимо этого педиатры рекомендуют учесть еще один важный момент в организации здорового детского питания весной. В питание необходимо убрать, во-первых, большое количество сладких продуктов, большое количество продуктов, которые содержат консерванты, газированные напитки. Помимо внимания к тому, что мы едим, в сезон особой активности вирусов необходимо помнить еще об одном важном правиле – соблюдении личной гигиены. То есть часто мыть рук, перед едой особенно детей научить, самим взрослым соблюдать эти правила, мыть руки обязательно, с собой носить ДС-средства, если нет возможности вымыть руки, где-то обрабатывать. Причем делать это можно обычными влажными салфетками, протирая ими руки перед тем, как, что называется, на ходу перекусить или выпить чаю. Делать влажную уборку в это время тоже лучше почаще, не один, а два раза в день. Опроветривать помещение и того чаще, особенно если в доме уже есть больной. Но мыть пол, игрушки и протирать ручки дверей какими-то суперсильными дезинфицирующими средствами даже в этот период не стоит. Потому что много очень аллергиков, и вы просто можете заработать аллергии там, где не было. Достаточно хотя бы просто промывать водой, с мылом можно с хозяйством добавлять. Что касается еще одного важного защитного атрибута – индивидуальной повязки, то носить ее необходимо больным, чтобы предотвратить заражение окружающих. А также тем, кто ухаживает за больными или рискует столкнуться с ними, например, в больнице. Идти в магазин или другие людные места тоже лучше в маске. Уже заболевшие люди, к сожалению, не всегда заботятся о здоровье окружающих и часто не считают нужным носить маску. Поэтому не стоит пренебрегать еще одним известным правилом – избегать посещения людных мест в период обострения сезонных заболеваний. Вообще в этот период врачи рекомендуют изменить свои обычные привычки. Стараться избегать приветственных окупажатий, целоваться в щечку или в губку многие очень любят. Вот в этот период повышения сезонности вирусных инфекций желательно это все избегать. Если есть возможность, ходите пешком и в автобусе, чтобы не было контакта с больными. И, кстати, надевать маску на себя или ребенка во время прогулки на свежем воздухе глупо, она только затруднит дыхание и испортит удовольствие от движения. А оно тоже очень показано в этот период. Не надо сидеть дома часто за компьютером, то есть насыщение кислородом крови должно быть. Это работает, это защищает, это повышает иммунитет. Еще одно важное звено в укреплении собственной противовирусной защиты взрослых и детей – соблюдение режима дня. Нужно вовремя ложиться спать. Сон полноценный, не менее 8 часов должен быть. И, конечно, желательно не позднее 22 часов ложиться отбой. То есть человек должен вовремя ложиться спать. И во сне все функции у нас восстанавливаются. Перед сном проветрить, влажная уборочка. Вот это все нужно соблюдать. Надо поддерживать температуру в помещении не выше 22 градусов. Влажность на уровне 40-60%. Это обеспечивает нормальное функционирование слизистых оболочек дыхательной системы нашей, которая служит барьером, именно первым барьером при встрече с вирусами. И защищает организм от внедрения вирусов. Ну а если защита организма все же дала сбой, и вирус проник в ваш организм, и вы заболели или заболел ваш ребенок, то надо помнить, что тяжелых последствий можно избежать, если соблюдать всем известные правила. Если в семье уже появился больной человек, значит, в первую очередь мероприятия касаются именно этого больного человека. Его по возможности необходимо изолировать в отдельную комнату, выделить ему отдельную посуду, марлевую повязку, ограничить контакт со здоровыми членами семьи. А здоровым членам семьи можно использовать в данный период именно туалет носа с солевыми растворами, а противовирусные препараты, конечно, лучше судить их назначение с врачом. И, конечно, всем нам стоит помнить, что люди веселые и жизнерадостные болеют реже, а выздоравливают быстрее. Так что вместо обсуждений новостей из жизни вирусов во время перерывов на работе просто предложите коллегам чашечку горячего отвара шиповника с ломтиком лимона. И будьте здоровы!